Всем привет, вы на канале Наша Жесть в Америке. И сегодня мы едем в магазин Таргет. Почему мы туда едем? Потому что сегодня наш Антоша идет на вечеринку. Его пригласили на день рождения. И не на такую вечеринку для маленьких, а на вечеринку для больших. Они идут туда на всю ночь. Это называется Sleepover Party. Антоша там будет оставаться ночевать в гостях у этого мальчика. Ну, естественно, предварительно мы 150 раз вписали с этой мамой. Для нас это вторая такая вечеринка у Антоши. Первый раз он ходил в прошлом и в этом году. В прошлом году Антоша ходил на такую вечеринку. Это был Антошин очень хороший друг. И плюс, ну, мы знаем его маму давно. И она еще в этом году стала вести у нашего Антона музыку. Наверное, надо рассказать про эти вечеринку. Да? Ну, в общем, в магазин мы, собственно, едем, чтобы купить подарочную карточку. Уже кто смотрит наши влоги, тот видел. Мы уже едем, будучи с каналом, мы с вами вместе туда второй раз. Катаринка у нас ходила на день рождения. Мы покупали карточку и рассказывали, как все это происходит. И почему дарится карточка, потому что, ну, в общем, так принято в Америке. Если ты точно не знаешь, что подарить, что человеку может понравиться, ты просто даришь ему карточку, и человек за эту карточку идет и покупает все, что он хочет. Вот. Ну, и еще мы хотим заскочить, купить каких-то продуктов. Вот. И, в общем, Таргет для нас магазин не то чтобы новый, но мы в него ходили... Обычно там не покупаем. Мы в него ходили только как на экскурсию, чтобы купить или карточку, или так побродить, походить, цены посмотреть. Потому что, ну, это магазин не самой интересной ценовой категории, скажем так. Просто... Дорогой магазин, скажем так. У многих американцев есть свои любимые магазины. Кто-то любит Таргет, кто-то Ванс, кто-то Волмарт, кто-то Костка. Вот. Ну, в общем, это, я думаю, есть везде и во всех странах. У всех есть свои любимые магазины. Ну, вот для нас Таргет это не очень любимый, потому что, ну, как-то сразу он там не то, что нам не понравился, но, посмотрев на цены, мы решили, что это, наверное, не тот магазин, который наш будет постоянный магазин. И поэтому, в общем, как-то в наш список магазинов он не попадает. Но, учитывая, что сегодня у нас нет времени, нам надо собраться с Антошей быстренько на вечеринку, купить подарочек ему. Я иду скоро на работу, поэтому, чтобы сэкономить время, мы просто заскочим вот в Таргет и купим какие-то пару продуктов, а заодно, так сказать, вместе с вами познакомимся с магазином. Ну, и что касается вечеринки такой, обычно мама ребенка пишет родителям, дети между собой, конечно, там, «Эй, привет, приходи на день рождения». Ну, сначала они приглашаются, а потом уже мама всех, кого, так сказать, именинник решил пригласить, уже начинает, так сказать, описывать по моему родителям. Дату она пишет, время, в какое нужно, ну, нужно оставить ребенка, вот, и что с собой приносить. В основном пишут, что можно принести, если есть спальный мешок, нужно принести спальный мешок. И, опять же, обязательно уточняют про всякие пищевые там аллергии, пишут, чем будут кормить детей, чем, конкретно прям расписывают вот вечер, чем будут заниматься. Ну, вот, по той вечеринке, которая у нас была первая, мама написала, допустим, что дети собираются к 4 часам вечера, в 5 у них там будет какой-то обед, ну, типа, какой ужин это получается уже. Она расписала, что они кушать будут. Они кушали пиццу, они пили соду, она спрашивала, можно, не можно. Я уже не помню, в общем, что-то там еще, короче, какие-то компоненты были. Потом у них было какое-то время для видеоигр и просмотр фильма. Они смотрели что-то из Marvel, из этих фильмов, короче. По супергероям. Да, они просмотрели эти фильмы, во сколько они рожатся спать, она написала. Потом она написала, во сколько они будут вставать, что будет на завтрак и во сколько, собственно, можно забрать ребенка. Я ей написала, что Кристин у нас нет как бы спального мешка, потому что она написала, что, типа, дети, ну, чтобы со спальным мешком было. Она сказала, что, типа, это не проблема, он может просто взять, допустим, подушку с собой, какой-то плед, ну, естественно, пижамы ему там нужна, белье сменное, все это. Ну и все, мы это все ему упаковали, хиздали. Ну, в общем, спальный мешок это какая-то распространенная. Да, вообще распространенная. Такое ощущение, что нам он вообще как бы нужен, а мы еще пока его не купили. А на этот праздник, ну, скажем, тоже там описывается, что они будут делать, что они будут кушать. Антону еще обязательно нужны купальный костюм, потому что у них в своем доме есть бассейн и джакузи, и они будут там плавать, короче, у них вообще будет там. Правда, я говорю, чтобы девка какая с отверта не выскакила. Вообще, у них там все будет по серьезности. Поэтому вот она уточнила, что еще, ну, скажем, для меня, чтобы было необычно, что они будут там купать, хотя так холодно. Ну, сейчас у нас не холодно, сейчас у нас 17 градусов. Ну, а вечером может быть 11. А собираются они только в 5 часов вечера. Кстати, всех мужчин, которые смотрят нас, которые придут и посмотрят, всех с праздником, всех, кто служил, кто собирается служить. Ну, кто не послужил, тоже нужно. Кто не послужил, тоже просто будьте сильными, будьте защитниками ваших родных и близких. Всем здоровья, любви и счастья, и чтобы никогда не приходилось браться за оружие. И меня тоже поздравили. Да. Давайте еще раз поговорим про магазин Таргет, подведем итоги нашего захода, чего мы там увидели. Вот. В общем, наша цель была купить молока, потому что у нашего главного молокоголика закончилось молоко. Оно не закончилось. Давай расскажем про эту странную ситуацию. В общем, Антон попробовал молоко. Какое оно там с низким этим? Нет, оно вообще обезжиренное. Мы его покупали много раз. На меня мама говорит, это что, Арманд Милл? Я говорю, нет. Я говорю, я вообще этим не занимаюсь. Но у нас Сережа любит смешать Антоше несколько... Коктейль сделать. Но дело в том, что этого молока у нас давно в доме нет даже. Я говорю, Антош, говорю, нет. Говорю, у нас, говорю, оно закончилось, мы еще не покупали. Мама, оно какое-то странное на вкус. Я типа не обижаюсь, но я говорю, ну ладно, ни вопрос, ни пей. В общем, он определил, что оно... Что-то с ним не так. Хотя я попробовал, мне ничего не показалось. Ну? В общем, ну как-то оно не показалось. Ну до этого же он именно это молоко... Он пил это молоко очень. Это скостки молока, которые мы постоянно покупали. Ну? Он, как у нас главный молочный специалист... Забраковал его. Эту платье. Да. Мы решили, наверное, мы его больше не будем покупать. Будем покупать 2% или 1%. Вот. И в общем, наша цель была сегодня сходить в Таргет, купить... Карточку, которую мы успешно не купили. Карточку, которую мы с первого раза не купили и вернулись еще раз, постояли в очереди в кассу. Мы купили продукты и ушли. Да. И наша цель была купить молоко. Ну а уже раз мы шли мы за молоком, то уже купили там себе какого-то перца в салат, лука. Ну и решили вам показать все и рассказать про Таргет. И в общем, вскрылись интересные факты. Да. Обзор был очень беглый там, мы торопились. Хотя в то же время и что-то успели. Но не важно. Смысл в чем? Что вот мы потратили сегодня 40 долларов. Это пойдет, так сказать, в чек то, что мы тратим на месяц. Ну по большому счету, скажем так... Не, ну конфеты мы тоже едим. Ну мы же покупаем. В общем, сегодняшняя корзина 40 долларов. Это получилось 20 долларов только МНД. Ну в Костке хорошо, мы не покупаем два вида сразу. Мы покупаем, допустим, с орехом. Да, это мы уже тут что-то решили побаловать. И маму, и детей. У мамы тоже стресс. Мама волнуется, когда ребенок ночует на ней дома. Вот тогда, когда первая вечеринка была, я вообще очень волновалась. Я прям уже ночью думала, нафига я его отпустила туда. Надо было с ним идти все-таки на праздник. Отпустить нельзя? Нет, ну можно, но он очень хочет. Я смотрю там с мигалками, они будут куда-то ехать. Но их не слышно. Но они стоят. О, включились. Сейчас начну всех пугать. Так вот, значит мы потратили 40 долларов, но что-то купили, да? Вы видели. И вот сейчас Марина расскажет, и мы вам скажем, почему вот мы говорим, что у нас на продукты получается 500 долларов и нам хватает. А другие говорят, как вы типа на 500 долларов, вы все обманываете, вы все врете, нельзя прожить. Типа там пишет мама, я вдвоем с ребенком, или вот у нас семья такая же, как у вас, нам полторы тысячи не хватает. Вот вам простое объяснение. Мы вам показали, что цены в разы выше. В разы не на, а в. И сейчас Маринка расскажет, вот, расскажи. Так как мы забыли. А то прямо я аж кипититься начинаю. Забыли купить карточку. Я, получается, уже с продуктами стояла, ну, заказ, как-то сказать, заказами. Ну, заказами, да, и видела, как люди, что берут. Да, и перед, получается, кассы, 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 передо мной женщина. Ну, и я, как бы, ожидая Сережу, начала рассматривать, кто что покупает. Ну, мне, во-первых, это интересно. Вот. И она складывала в картины. А вдруг они купили что-нибудь, то, что мы не купили? Да-да. Да. Так, в общем, я просто начала смотреть. Она вот складывает, допустим, туалетная бумага, стиральный порошок, ну, и это все. Потом, ну, у нее просто очень много, чем она привлекла мое внимание. У нее был вот такой закуп, как люди делают, грубо говоря, в Костке. Когда ты приезжаешь... Давай будем говорить, не люди, а у них, у нее была такая же тачка, и она делала такую закупку, как мы делаем в Костке раз в две недели. Это понятно, что, значит, она приехала, опять же, раз в две недели в этот Таргет. 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 А мне больше нравится Таргет. В общем, по привычке из Белоруссии и по правилам, как бы, надо прочитать Таргет. Но это слово исключение, оно читается Таргет. Да. И нам Антоша сказал, что Таргет надо читать. И вообще, наверное, даже Таргет. Ну, в общем, для тех, кого не тошнит от слова Костка, нас поправляли. Для нас это все равно будет Костка, вы уж извините, нам так привычнее и бла-бла-бла. А этот магазин будет Таргет. А еще я вам покажу. Знаете, мы очень любим давать имена всяким вещам. У нас в комнате, у нас в доме была комната, в которой у нас были составлены книги. Но это была, скажем, ну, не именно библиотека, в которой стоял рабочий стол. Там был и рабочий стол, и диванчик, на котором можно было спать. И все наши книги, Сережина музыкальная коллекция. Для людей нормальных это была просто вторая комната с секцией, в которой хранилось то, что у всех нормальных людей хранится, да? То есть вот у людей... Ну, у нас там стояли книги, мои книги, твоя музыкальная коллекция. Ну, понятно, но я попытаюсь объяснить, что, типа, вот, когда у людей в доме стоит секция, и в нее стоят и книги, и посуду. Они же не говорят, что это у нас, типа, посудочная. Там не стояло посуду. Так у нас не стояло, я, в принципе... Короче, это была одна из трех комнат. И мы стали ее называть читальня. Читальня? Потому что я там всегда читала. Да, там было очень много книг. В библиотеке говорить очень как-то так пафосно, что ли. Пойду в библиотеку. Поэтому я ходила в читальню. Я там Катарину спать всегда... Купили дом, там стоял шкаф, книжный шкаф полностью во всю стену. Я думаю, у нас есть фотографии, мы потом покажем. И он был полностью заполнен. Они, эти шкафы, были заполнены книгами. Но что-то мы сейчас... Отвлекались? Да, поговорим о еде. А у вас выше, но поговорим позже. Так вот. И, в общем, она... И подожди, я опять, извиняюсь, дико перебиваю. То есть она складывала и туалетную бумагу, которая, опять же, в долларе стоит, блин, грубо говоря, 3 доллара. 12 уронов. За то, что она платит, ну, я думаю, она заплатила... 10.99. Я все знаю, я все вижу, я рядом стояла. Опять же, в три раза дороже. И как бы она... Ну, там все. И апельсинчик, и лимончик, и морковка. Ну, вот, как... Ну, вот, нормальная женщина приехала, затарилась, то есть... Хозяйка на закупки пришла на неделю опять. Да, да, там и мясо, и все. Я просто стою, ну, честно сказать, сегодняшний дом на стоять, ну, чек как... Ну, чек ты у нее спросила. Нет, я не спросила, я чек, но я просто для себя подумала, что, видя, ну, какие цены, что этот чек будет в разы больше, чем в Коске. Думаю, может, я ей это, визиточку в Коске хотела. Но она, получается, любит ходить туда, и она ходит. Это ее магазин. Точно так, как твой преподаватель говорил, что ее магазин это Трейдер Джоус. Да, все только хороший продукт, и можно купить только там. Да, других магазинов больше нет. Поэтому все люди имеют свои какие-то любимые вещи. Так она, возможно, на эту корзину потратила, скажем, весь наш месячный бюджет. Да. Вот поэтому некоторым людям не хватает тысячи или полторы. Вот этот миф мы и пытаемся разрушить и показать. А то, что сейчас я хочу сказать любимым хейтерам, которые пишут, да, типа, вы там просрочку покупаете, да, там, типа, не здоровая, да, там, типа, блин, не органик, да еще там много всяких, много, так я вам показал салат. Именно вам, товарищи хейтеры, что в дорогом магазине Таргет за дорогие деньги продается вялый салат. Зачем нам вялый салат из Таргет, грубо говоря, за 10 долларов, если мы его пойдем в 99 центов, купим свежий за доллар, и на нем будет написан органик. Или в Самсклабе. Или в Самсклабе. За полтора, за три доллара. Я тоже обидел про название. Для меня он все равно Самсунг. Ну, потому что он вообще, эта надпись написана, похоже на Самсунг, и я, когда приехал, после того, как я попросил картошку фри везде, то, глядя на эту надпись, мы сразу не заходили, ведь и времени нету, и не то, что как бы, ну, не знаешь, не сунешься, там, что-то пока разузнаешься. Самс и Самс. Блин, я думаю, что Самсунг тут хочет как-то? Думаю, ничего себе, у Самсунга магазин какой-то такой, да? И он для нас всегда был Самс. Ну, уже Костка останется Костка, а Сэмсклаб будем называть правильно. Через Э. Сэ. А я вам больше скажу, вот, я была студентом Исов. Я могу гордо говорить, я была студентом. Да? Я была студентом. Котик, ты сейчас сделаешь такое замедленное, да? Вообще, как я была. Нет, ну, когда я была студентом. И говорят так, и говорят и с акцентом, и такой, и главное, профессора все понимают. И не поправляют каждого, не говорят, что ты там неправильно сказал, Костка. Потому что... А еще знаешь что? Вот никого не... Я сколько презентаций отделывала на красе по речи, да? Мне никто не делал замечания по поводу звука Эрв. Ну, вот, людей беспокоит постоянно. Нет, ну, это мы сейчас не обижаемся, да? Это просто... Нет, ну, я просто к тому, что вот, ну, никто у меня никогда ничего не справился. У тебя, типа, проблемы, или что? Зайка, я тебе скажу другое. Эту проблему здесь никто не слышит. Сереж, ну, здрасте. Ну, вот я тебе сейчас скажу по-английски лоб. И ты не слышишь проблему. И они не слышат, да? Для них это просто акцент. И мы об этом расскажем, когда будем рассказывать про Антошку. Это будет очень интересный влог. И это будет очень интересно и познавательно, и научательно. И, в общем, это будет интересно. Это будет грустный влог. Это не будет грустный влог. А я все равно не расстраиваюсь. Не надо расстраиваться, будет хорошо. Я даже когда рассказываю об этом каким-то своим здесь друзьям. Ой, о чем ты говоришь? Хорошая лоб будет. Вот. Ну, у Маришки есть такая фишка. Сейчас она нам скажет, Карл украл и давай. Ну, кого тут повеселить словом лошадь, рак. А что лошадь? Лошадь. Ну, Л. Твердая Л я не могу правильно сказать. Вот смотри. Ну, скажи, Л. Легенький. Легенький. Мягкая Л, я говорю. А твердая, как лук, рак, ласковый, лобочка. Ну, очень приятная Л, ну. А дедушка моих, когда говорил, если тебе будут смеяться и про... Ну, Шурик, паразит, говорил, скажи Лук. А дедушка, говорю, Мариночка, скажи Цимбулеву. Ну, скажи лошадь. Лошадь. Ну, нормально. Ну, а теперь про Карла давай, зажги. Все затаились. В ожидании. Давай. Карл украр. Ну, подожди, ну, ты не смейся, скажи серьезно, соберись. Карл украры украл кораллы. У меня получается р-р-р-р везде. Все нормально, короче. Порычала на Карле. Ладно, кот. Ой, а что я хотела еще добавить про вот эту вечеринку, да? Ты громче добавляет, я тебя не слышал. А надо ли это рассказать? Ну, конечно надо. Ну, я, наверное, раньше говорила, что очень-очень-очень волнуются за пищевые аллергии. И постоянно вот везде спрашивают. Если есть, сообщите, типа, в любое время сообщите дополнительно. Очень большая беда, очень часто встречается аллергия на ореховое масло. Все в письмах и прописывают. Вот это фисташка или как, ну, правильно? Пинут баттер. Да. Очень вот в этих вот переговорах, блин, мы детей на пати собираем, такое ощущение, что две страны решили объединиться на какой-то саммит. Потому что это серьезные вещи. И столько идет переговоров, вот я, типа, дам этой, ну, там, там, соду, все это, это очень, конечно, меня, мне это нравится. Но я все равно сегодня буду немножко волноваться. Это ближе волноваться. И буду работать. Волноваться. Ну что, наверное, на этом таргет-влог считается торжественно закрытым. Мы подвели итог, потому что все магазины хороши, все любят свои магазины, все тратят свои деньги, все тратят свои деньги по-своему. И как хотят, да, учить. Мы никого не собираемся учить, мы никому не навязываем свое мнение абсолютно. Мы никого не заставляем ходить в Костка, в Сэмс Клаб, 99 центов, в Доллар, 3, в Смарт и Файнал, Волмарт. Все, я, номер Унад, мы давно там не были, и вы там вообще, наверное, еще не были, мы вас обязательно туда сводим. То есть, вот мы сейчас перечислили все наши любимые ходовые магазины. Иногда, конечно, вот так мы вот забегаем в какой-то там, что-то купили, что-то посмотрели там. В не наш, в не наш, да. Ну, а почему-то ж не ходят люди, которые ходят в тот же таргет, не ходят в центы. Каждый делает то, что хочет. Ну, просто, когда люди начинают кричать, да как вы это едите, да это не органик, да это там пятое-десятое, да у нас столько денег только на воду уходит. Ну, так хорошо, мы очень рады за вас, это замечательно. Мы не против. Да, мы вообще не против, мы же не спрашиваем у вас, как вы тратите полтора косаря, блин, на продукты, что вы с ними делаете. Ну, вот сходив сегодня в таргет, мы поняли, что да, можно потратить. Можно было бы. И может и не хватить даже, да. А еще один магазин, который очень интересный, в плане, там как-то сочетается и дорого, и дешево, это Спроутс. Тоже, да, вот есть такой магазин. Про него прям нужно отдельный какой-то очень большой. В общем, да, мы в него как-то раньше часто ходили, особенно покупать гумиберов, да, мы любим все их. Да, весь магазин знает, что мы их любим. Они очень часто делают акции, и мы уже, если покупаем, да, блин, там, по 10 паундов за раз. Ну, они потом стоят, мы их тихонько кушаем, там, пару месяцев, а то и три, да. Потом опять на акции едем покупать. Потому что так они стоят, наверное, по 3.99, а мы покупаем по сколько? Иногда акция бывает, что они доллар 99 стоят, а иногда даже 99 центов. Но это в зависимости от акции. Поэтому сэкономить на паунде 3 доллара, это святое дело. Не вижу препятствий. Ну, этот магазин, это вообще уникум. Ну, в общем, мы опять. Не закончили, да. Поэтому добро пожаловать на наш канал. Подписка остается открытой. Ограничений по возрасту и по состоянию, социальному положению, по толщине кошелька, там, я не знаю, по взглядам на жизнь абсолютно никаких нету. Подписывайтесь. Кто подписался, тот красавчик. Не забывайте поставить лайк. Не забывайте поделиться с друзьями в мессенджерах и соцсетях. Пишите обязательно комментарии. Нам очень интересно их считать. Некоторые комментарии бывают веселые. Некоторые очень приятные. Которые нас поддерживают. Которые рассказывают. Бывают обидные. Бывают пишут матом, я их сразу удаляю. Вот, поэтому, прежде чем выругаться, подумайте, что хотите сделать. Выругайте в другом месте. Вот. Всем хорошего настроения. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Бай-бай. Вы были на канале. Да, все же. Не лайфь, это мой лайфь. Где Карл украл и украл-крал. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok